Да, Ирин, ну чтобы попасть на главный новогодний праздник, нужно было постараться. Сегодня в Театре оперы и балета собралась вся элита региона. Это чиновники, депутаты, руководители предприятий и просто те, кто отличился в этом году. Некоторым сегодня вручили награды. В их числе и участник акции нашего канала «Человек-года» из рук губернатора. Балаковский студент Александр Быватов получил медаль за спасение человека. Парень вытащил из воды утопающего подростка. Это запомнится на всю жизнь. Вот это мероприятие или медаль? Нет, ну это. Медаль и мероприятие тоже. Главное событие – это, конечно, речь губернатора. Спичрайтеры и главы региона постарались на славу. Речь длилась без малого 20 минут. И каждой отрасли он посвятил стихотворения. Конечно, это не его творчество, а знаменитых поэтов Брюсова, Твардовского и Ахматовой. Пять стройк великих, как пять маяков, светящих сквозь толщу грядущих веков. И юг озарили, и жаркий восток, и в сердце народном родили восторг, писала Анна Ахматова об ударных народных стройках. Сегодня понятие народной стройки к нам снова вернулось. В 2015 году, 9 мая, был открыт музей трудовой славы Саратовской области. В своей речи губернатор вспомнил главные достижения региона. В год дорог, по мнению Валерия Радаева, область перешла к новой концепции. От содержания и латания дыр к капитальному ремонту. В начале года губернатор обещал строить по заводу в год. В 2015-м удалось сдать аж три. В сельском хозяйстве главным для агрария была программа импортозамещения. Но из-за засухи область стала только третьей в Приворском федеральном округе. В целом, Валерий Радаев признался, что год был непростым и даже сложным, но удачным. 2015-й запомнится всем, как год дорог, литературы и юбилея победы. Ну, а в следующем году без праздников не обойдется. Область отметит свое 80-летие. Ирина.